Здравствуйте! Меня зовут Уилли, и я приветствую вас в Уиллингдоне. У меня есть вопрос. Почему вы здесь? Чего вы ищете? Возможно, вы хотите узнать, кто такой Иисус. Или вы попали в трудную ситуацию, или столкнулись с болезнью, и ищете помощи. Если Иисус побуждает вас принять решение и отдать Ему свою ситуацию и жизнь, то готовы ли вы? Или вы хотите остаться там, где есть? Удобно это для вас. Много лет назад я прочитал историю простого фермера, который любил сидеть на веранде со своим псом. Однажды его друг остановился, чтобы поболтать с ним, но их разговор все время перебивала собака. Собака скулила и крутилась. В итоге, друг спросил фермера, что не так с твоей собакой? Почему она издает такие звуки? Фермер сказал, она лежит на гвозде, но ей недостаточно больно, чтобы сменить место. Я знаю, что это плохая шутка. Но суть ясна. У вас бывали моменты в жизни, когда вы сидели на гвозде и ощущали дискомфорт и даже отчаяние? У меня было несколько отчаянных моментов в жизни. Мне сказали, что мое будущее и даже моя душа оказывались в руках решений, которые я собирался принять. Один такой момент был в сентябре 79-го года. Я ехал домой после вечеринки. Я учился в университете и работал на полставки. Я сосредоточился на будущем. В этом будущем я не думал о Боге, о Его планах для меня. У меня начался новый сезон жизни. Я только закончил школу, стал независимым и ехал на Камарах. По дороге я пережил то, что не переживал никогда раньше. Было такое чувство, словно Бог прошептал мне. Ты либо последуешь за мной сейчас, либо отойдешь от меня на много лет. Тогда я не верил в сверхъестественное вмешательство. Но это было настолько реально, что я испугался. За несколько месяцев до этого я думал о том, чтобы поехать в библейскую школу в Колорадо. Но отбросил эту идею. Я позвонил туда на следующий день, чтобы узнать, не примут ли они мои документы. Они сказали да. Я оставил университет, уволился с работы, поставил машину в гараж, собрал вещи и улетел. Следующие шесть недель в Колорадо я считал, что это было моим самым глупым решением. А потом я встретился с Исусом. Я бы хотел сказать, что мои проблемы исчезли. Но нет. Зато моя жизнь изменилась навсегда. Большинство из нас не готовы выйти из зоны комфорта, если только нам не становится слишком некомфортно. Большинство не готовы подняться с гвоздя, пока гвоздь не начинает причинять слишком много боли. Эта боль может быть физической, эмоциональной, философской и даже экзистенциальной. Мы хотим держаться одной рукой за безопасность, а второй за Иисуса. Проблема в том, что это не работает. Мы хотим, чтобы Бог помог нам. И при этом мы держимся за прошлое. Но это мешает нам достичь Иисуса. Мы должны отпустить прошлое. Ощущаете ли вы достаточно боли, чтобы сдвинуться с места сегодня? Сегодня мы прочитаем истории двух людей, которым стало слишком некомфортно там, где они были. Мы откроем Матвея 9.18, где сказано, «Когда он, Иисус, говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Марк и Лука говорят нам, что этого человека звали Иаир. Он был начальником синагоги, и его знали хорошо. Он был важным человеком в религиозной общине. Он был одним из начальников синагоги, которые возлагали поклонения. Как начальник синагоги, Иаир должен был присматривать за зданием, возлагать поклонения, проводить школу и находить раввинов, которые учили бы по субботам. Он не только был начальником синагоги, но также решал гражданские дела. Начальники синагог обладали властью и влиянием, Иаир был готов рискнуть всем, чтобы прийти к Иисусу, потому что смерть пришла в его дом. Почему он сделал это, когда другие продолжали молчать? Мы знаем, что другие боялись, что фарисеи исключат их с синагоги, и они потеряют свое место в обществе. Зачем рисковать своим положением и местом? Иаир испробовал все, чтобы вылечить дочь. У него не оставалось вариантов. Он видел и слышал о чудесах Иисуса. Иисус исцелил паралитика, успокоил бурю. Иисус обладал властью над демонами, гвоздь смерти, заставил Иаира обратиться к тому, кто был больше смерти. Приходилось ли вам откладывать все свои страхи и тревоги, приходить к Иисусу и поклоняться Ему, как это сделал Иаир. Иаир не пришел, чтобы попросить услугу у Иисуса. Он не обратился к Иисусу через общих друзей, чтобы не афишировать это дело. Иаир пришел к Иисусу и начал с поклонения и смирения. Иаир выбрал путь, с которого нельзя свернуть, независимо от того, что сказал бы Иисус, Иаир раскрыл свои карты. Он упал на колени перед Иисусом на глазах всех. Матвей говорит, что когда Иаир пришел к Иисусу, его дочь уже умерла, но Иаир все равно пришел. Он думал, что с Иисусом надежда есть. Иисус ответил быстро и прямо. 19 стих говорит нам, что Иисус встал и пошел с учениками за Иаиром. Иисус не задавал вопросы, не пытался понять ситуацию. Он просто встал и пошел за Иаиром. Но их ждал сюрприз. Вы будете прерывать кого-то, чья дочь только что умерла? Наверное, нет. Только если вы не в отчаянии. Послушайте, что случилось дальше в Матвее 9.20. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе. И если только прикоснулась к одежде его, выздоровею. Марк проливает больше света на ее историю. В Марк 5 сказано, что она много потерпела от многих врачей и стащила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. С точки зрения иудеев, эта женщина не могла страдать от более ужасной болезни, чем кровотечение. Это была частая проблема в Палестине. Талмуд дает 11 способов лечения этой болезни. Тоники, лосьон и другие вещи. Один из вариантов — нести пепел яйца страуса в льняной сумке летом и в хлопковой сумке зимой. Другой вариант — носить с собой зерно ячменя, найденное в кале белой ослицы. Я не придумываю. Ужас болезни был в том, что такой человек считался нечистым, а закон в Левите говорил о том, что это означает. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли, очищение ее, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет, во все времена истечения своего, будет и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Вы поняли? Все и все, кому она прикасается, заражались ее нечистотой. Она была исключена из поклонения Богу и общения с другими людьми. Она не должна была находиться в толпе, потому что заразила бы всех своей нечистотой. Она в отчаянии была готова попробовать все, что могло спасти ее от изоляции. Вы должны позволить отчаянию пробудить смелость. Именно это она и сделала. Она перепробовала всех докторов и разные лекарства, вплоть до того, что у нее закончились деньги. Она обанкротилась, была хронически больна и изолирована. Она была в отчаянии, но в отчаянии она протолкнулась через толпу, касаясь чистых. Она пробилась через свой страх и тех, кто знал о ее нечистоте, и попыталась еще раз обрести исцеление. Ей нужно было узнать, правда ли то, что она слышала про Иисуса. Марка 5, 27 говорит нам, что, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к его одежде, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Откуда у нее взялась идея о том, что прикосновение к одежде Иисуса исцелит ее на краях одежды Иисуса, были кисточки, согласно Божьим указаниям Моисею. Мы читаем об этом в числах 15. «Объяви сына Израилевым и скажи им, что они делали себе кисти на краях одежд своих, вроде их, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Кисточки представляли 613 заповедей иудейского закона. В оригинале слово «край» также переводится как «крылья». Вот почему края милостивой накидки также называли крыльями. Даже сегодня евреи покрывают голову накидкой, когда молятся. Это говорит о том, что они находятся под Божьим законом и Его защитой. А теперь посмотрим книгу Малахии. Это последний пророк перед приходом Иисуса. Послушайте, что он пишет о грядущем Мессии, Иисусе, Малахии, 4.1 и 4.2. «Ибо вот придет день, а для вас, благоговеющий, перед именем Моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его или крыльях Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы, упитанные от радости». На основании этого пророчества в иудаизме появилось убеждение в том, что край одежды Мессии будет обладать исцеляющей силой. Малахии 4.2. Это мессианское пророчество о том, что Мессия будет исцелять, а Его исцеляющая сила будет в кисточках. Почему она потянулась к краю одежды Иисуса? Почему она сказала себе, «Если только прикоснусь к Его одеждам, исцелюсь». Она знала, что Бог сказал через пророка Малахию. Она верила, что Иисус — Мессия. Она верила в то, что Мессия будет нести исцеление через края Своих одежд и крылья. Что случилось, когда она прикоснулась к одежде Иисуса? Марка 5.29. «И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от боли». Она была права. Ее вера была вознаграждена. Она получила исцеление. Она была первой из многих. В Марка 6.56 сказано, что многие, прикасавшиеся к одежде Иисуса, выздоравливали. Ее вера принесла ей исцеление от позорной проблемы, и она хотела уйти незаметной. Но Иисус не отпустил ее. Почему? Потому что у нее было еще одно исцеление для нее — толпы и Эира. Марка 5.30 говорит, «В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде». Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне, но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Иисус ощутил, что от него вышла сила. Он мог проигнорировать это и продолжить свой путь с Иаиром, но Иисус был внимателен, и он хотел сказать и сделать что-то для той, которая была в таком отчаянии. Он следовал Божьему расписанию, а не расписанию людей. В Своем служении Иисус всегда был внимателен к окружающим. Он всегда следил за тем, что делал Отец и присоединился к делам Отца. Иисус показывал нам пример жизни и служения вместе с Отцом. Друзья, Бог приглашает нас быть с теми, кто находится перед нами, слушать шепот Духа Святого, переносить Божье присутствие, надежду в мир тем, кого Бог дает нам в жизни. Не спешите. Будьте с теми, кого Бог привел к вам. Величайшее, что вы можете сделать, это познакомить людей с Иисусом в мире, наполненным страхом. Приглашайте людей пообедать вместе, попить кофе, развивайте дружбу. Этот текст наполнен красотой Иисуса и Его отношением к страждущим и беспомощным. Эта женщина протянула руку в отчаянии, и теперь, обретя желаемое, испугалась, что может ждать ее от раскрытия. 33 стих. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед Ним и сказала Ему всю истину. Иисус встречает наш страх своей любовью. Он сделал это для женщины. Кажется, что женщина ждала упрека за ее дерзкий поступок. Она прикоснулась к Святому Божьему своими нечистыми руками. Что Он сказал ей? Послушайте Его слова в 33 стихе. Он сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Ищи в мире, иди в мире, и будь здорова от болезней твоей». Дочь. Это термин любви. Никакого упрека. Просто подтверждение ее статуса ребенка Божьего. Он хвалит ее веру и говорит, «Иди в мире». Он провозглашает ее чистой и здоровой. Он сделал для нее то, что она не могла сделать для себя. Дал ей физическое исцеление и восстановил в социуме. Ее признание веры принесло не унижение, а свободу. Вот что делает Иисус, когда мы обращаемся за исцелением. Некоторые из нас приходят за физическим исцелением, но большинство из нас нуждается в ином исцелении от греха, стыда, страхов прошлого, ошибок, от лжи, в которую мы верим о Боге и о себе. Мы часто пытаемся обезопасить себя, храня все в тайне. Но на самом деле мы лишь создаем себе тюрьму. Иисус несет исцеление, когда мы в отчаянии обращаемся к Нему, касаемся края Его одежды. Все это время Иаир ждал. Мы не знаем, как он ждал. Я бы ждал с нетерпением. Возможно, Иисус оказал услугу Иаиру, остановившись ради этой женщины. И теперь история переключается на дом Иаира. Иисус приходит и видит формальную скоробную процессию по дочери Иаира. Матфея 9, 23 и 24 говорит, «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит, и смеялись над ним». Когда Иисус пришел в дом Иаира, то увидел профессиональных плакальщиц и других людей, которым платят за то, чтобы они громко скорбели об умершем, как было принято в те дни. Иисус сказал этим людям, что они здесь не нужны. Он знал, что должно случиться. Профессиональные плакальщицы посмеялись над ним. Часто, когда Иисус хочет сделать что-то в нашей ситуации, найдутся люди, которые будут смеяться над ним. Они будут говорить, «Этого не случится. Господь не поможет тебе. Ему нет дела до тебя». Эти голоса, неверие внутри нас, демонические голоса и даже голоса друзей, которые говорят, «Повзрослей, не жди, что Бог будет работать работать в твоей жизни». Иисус взял лишь тех, кто сделал шаг веры, и Аира, его жену, и тех, кого хотел научить, Петра, Иакова и Иоанна. После этого Иисус перешел к делу. Здесь есть вещь, на которую мы должны обратить внимание. Иисус взял девушку за руку. Закон Иудеев гласит, что к нечистым, больным и мертвым нельзя прикасаться. Иисус прикоснулся к нечистой и очистил ее. Он прикасался к больным и исцелял их. Он прикасался к мертвым и оживлял их. Иисус не осквернился от того, к чему прикасался, потому что был носителем новой жизни. Это жизнь, его царство, которое он принес в наш мир. Иисус регулярно прикасался к тем, кому запрещала прикасаться религия, прокаженным, нечистым, мертвым. Прикосновение этих людей могло лишить их места в синагоге, но не Божьего Царства. В Царстве Иисуса внешние вещи не могут осквернить человека. Матвей и Марк говорят об этом. В Марка 7, 13 сказано, «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Это правда. То, что исходит изнутри нас, показывает наши истинные убеждения, ценности и приоритеты, что исходит из Иисуса, исцеление, новая жизнь, надежда, новая реальность, царство. Иисус приглашает нас передать другим то, что Он дал нам. Матвей заканчивает в 26 стихе «И разнеся слух о сем по всей земле той». Это чудо было кульминацией 8 и 9 главы Матвея. Вороги, которых Иисус покорил в этих главах, болезни, бесы, природа не были так сложны, как смерть. Неудивительно, что новости об этом чуде разнеслись так быстро. Люди радовались, встречая Иисуса. Вот в чем суть. Та новая жизнь, которую нам дает Иисус, нужна не только нам. Это дар, который мы передаем дальше. Вы можете представить себе, чтобы эта женщина или Иаир молчали после встречи с Иисусом? Давайте посмотрим на наши дни. В мире ковида прикосновение табу. Нам, говорят, боятся людей, избегать их. Я вижу, как многие пытаются взять жизнь под контроль в это время. Мы пытаемся управлять обстоятельствами, лечить тревогу, вакцинироваться и рационализируем свой подход к жизни. Все для того, чтобы сохранить контроль. Но как бы мы ни старались, каким бы правилам ни следовали, мы не можем управлять обстоятельствами или вирусом. Иисус призывает нас быть мудрыми, но не жить в страхе. Иисус — наш Царь. Наше будущее обеспечено в Нем, независимо от ковида. Пусть ваше отчаяние, тревоги и вызовы ведут вас к Иисусу. А, встретившись с Иисусом, укажите другим путь к Нему. Пусть послание надежды течет к вам и через вас другим, как это было с Иаиром и женщиной. Последователи Иисуса живут с надеждой, потому что знают Иисуса и понимают, что мир нуждается в Нем. Когда Божий народ следует Его путям, слово разносится всюду. Я пережил это на одной миссионерской поездке. Я служил в одном селе в Мозамбике, где единственным врачом был местный колдун. У людей там был лишь один вопрос. Кто сильнее, колдун или Иисус? Я вышел из машины и пошел погреться у костра. Как только я подошел к костру, ко мне вышла мать с больным ребенком и дала мне ребенка. И я сразу понял, что она хочет, чтобы я помолился об исцелении, потому что ребенок страдал от горячки. Как только я помолился за ребенка, образовалась очередь из людей, которые хотели исцеления для себя и своих детей. Они не знали меня, но знали, с кем я был. Эта миссия славилась своими делами и чудесными исцелениями. Слово распространилось. Эти люди знали, что Иисус сильнее колдуна и пришли за молитвой. Интересно, что Иаир и эта женщина встретились у ног Иисуса. Иаир был лидером, а женщина была анонимом без ресурсов. Иаир был начальником синагоги, а ее болезнь не давала ей приходить в синагогу. Иаир пришел, чтобы попросить о дочери, а женщина пришла с болезнью. Девочка была здорова 12 лет, а потом умерла. Женщина была больна 12 лет, а потом выздоровела. Нужда Иаира была открыта. Все знали о ней. Нужда женщины была тайной. Только Иисус знал о ней. Иаир и женщина доверяли Иисусу, и Он восполнил их нужды. Независимо от того, как мы выглядим снаружи, мы одинаковы, когда приходим к Иисусу. Все мы нуждаемся в исцелении грехов, стыда, страхов, бунта. Пусть это отчаяние побудит вас обратиться к Иисусу, поклониться Ему, отдать Ему свою жизнь. Не позвольте отчаянию стать тюрьмой. Обратитесь к Иисусу в отчаянии сегодня. Отдайте Ему сегодня свою жизнь. Отдайте Ему свой страх, свои тревоги. Вы можете сделать это сейчас, помолившись вместе со мной. Иисус, спасибо, что пришел как Мессия, как Царь и Искупитель. Спасибо, что Ты взял на Себя нашу разбитость и принял нас. Ты принес исцеление нашим сердцам, телам, жизням и отношениям. Иисус, есть люди, которые сейчас страдают от разбитости, проблем, они ищут надежду, исцеление, физическое и другое. Я молюсь, чтобы они отдали свои ситуации, истории и вызовы Тебе. И если это про Вас, то скажите со мной, Иисус, Я отдаю Тебе свою жизнь, свою боль, свое раздражение, свои переживания. Я доверяю свою жизнь Тебе. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.